итак последний возраст 65 лет и выше который называется золотая осень мы так вот решили называть теперь тоже как-то не очень хорошо такое название золотая осень и здесь значимый круг людей это все человечество люди смотрят эти новости они плачут за каждого ребенка которого они видят погибшим в какой-то катастрофе это их как будто вы собственный внук или правнук визит таких бабушек дедушек во всех таких людей именно такими людьми пообщаешься и как будто напитался чем-то светлым потому что они для себя выбрали целеустремленность универсальность целостность у них есть вот эта мудрость от бога с ними поговорил и как будто бы получил что-то какой-то доброты напитался от них они светятся когда с тобой разговаривают они хотят тебе добра всячески но среди таковых если другие которые избрали не целого волос имеется отвращение и отчаяние что взять с этого мира да эти правители да это молодежь вы посмотрите какая у нас отвратительнейшая молодежь говорят такие люди вот в наше время в гулаге такого не разрешали и в результате вот это их презрение формируется понимаете презрение вообще ко всему человеческому роду такие люди не дружат ни с собой не с близкими людьми не с людьми в церкви понимаете они всегда всем недовольны я думаю что вы в общем то тоже встречали что сядешь поговорить такой бабушка или с таким дедушкой две минуты и вас как будто ушатом вообще он или грязью помоев ведром помоев до грязи и ты окатили то есть но даже в этом возрасте по дает выбор и в этом возрасте человек может выбрать для себя то что будет если вся жизнь складывалась не так как хотелось бы но вот сейчас вот уже в этом возрасте пускай даже это 80 лет у человека есть возможность изменить свои жизни если он выбирает целостность и универсальность у него будет мудрость как только на этом появляется мудрость сразу можно читать работать над производительностью полезностью и у него появляется забота милосердия сразу после этого близкие отношения и тогда способность любить понимаете и даже в 80 лет можно вот по этой вот табличке подниматься 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 и будет целостная личность то есть до самого последнего дня нашей земной жизни каждому из нас остается вот эта вот возможность быть лучше покрыть так сказать все те дыры которые мы не нашли личности ну и заключение вот завершение такой подвести итог всей таблицы хотим прочитать о чем же думает женщина когда смотрит на себя в зеркало в разном возрасте я думаю что это таблица в общем-то это то что мы зачитаем полезны только для женщин и вообще для всех нас на примере женщин мужчины делайте выводы для себя и так о чем думает женщина для себя в зеркало возраст три годика она смотрит на себя и видит прекрасную принцессу возраст восемь лет она смотрит на себя и видит золушку на кухне или спящую красавицу которая обязательно проснется и станет прекрасной принцессой возраст 15 лет она смотрит на себя и видит жирную или костлявую родину но разве можно такой появляться на людях возраст 20 лет она смотрит на себя и видит слишком толстую слишком худую слишком высокую слишком низкорослую слишком кудрявую со слишком прямыми волосами. Но на люди-то все-таки выйти можно, я же молода, почему бы нет? Возраст 30 лет. Смотрит на себя и видит слишком толстую, слишком худую, слишком высокую, слишком низкорослую, слишком кудрявую, со слишком прямыми волосами, но времени нет, чтобы все это дело исправить, примеряйтесь со своей внешностью, бежит по делам. Возраст 50 лет. Смотрит на себя, видит себя и идет туда, куда намеревался. Возраст 65 лет. Смотрит на себя и видит мудрость, радость, способность жить, потому что понимает, что уже многие больше не могут лицезреть себя в этом мире и идет, появляется на людях счастливая. Возраст 80 лет. А зачем вообще смотреться в зеркало? Одену-ка я на себя свою лучшую шляпку, буду наслаждаться тем, что я жива, выйду на люди, чтобы и видеть им счастье бытия. А зачем ждать 80 лет? Одевайте-ка свои лучшие шляпки, прекрасные девушки и парни. Ну, может быть, не шляпки, но выходите и являйтесь счастьем бытия. И все. Все очень просто. Итак, вопросы. Получается, что выбор отношения к жизни с 12 лет, вот этот выбор, он каждый раз делается уже волей. Уже волей. Сознательно. Да, и каждый этот выбор, он ведет к последней колонке, да? Да. Не к последней, а вот близкие отношения к способностям. Ну, да, и к последней колонке. Да, да. По горизонтали, да? И если восстанавливать, то вот так по горизонтали, и вот сюда вверх поделена. Да, да, да. И тогда вот этот момент. Они все накапливаются, эти выборы в жизни, да? Да. То есть, допустим, целостность и универсальность, но все еще сохраняется там производительность и полезность, да? Если был сделан такой выбор в жизни раньше, если такого выбора сделано не было, то на этом надо работать. Но все равно это должно в итоге подойти к полному набору. Конечно. В идеале, конечно. Да? Да. И вот еще раз вернемся к тому. Это не то, что как трансформация одного в другой. Нет, нет. Трансформация не происходит. То есть, в идеале личность должна иметь доверие, волю, целеустремленность, компетентность, твердость позиций, способность к любви, забота и милосердие и мудрость. Вот это все должно быть у личности. Ну, вы поймете, что, конечно, не знаете, что там мудрости, скажем, там в 12 лет нет, или там в 25. Она есть, но согласитесь, что если опыт, жизнь, да еще и навыки, да еще и формирование, то есть тут уже мудрость, если даже можно большую букву написать. Мудрость свыше. Да, тут уже другая совершенно мудрость получается, она качественная. Вот нам, понимаете, нам эта таблица показалась очень практичной. И вот как только она у нас появилась, нам, Насте, стало намного проще помогать людям находить вот эти вот моменты, которые им где-то мешали формироваться лично сна. А вы вот еще говорили, что от 6 до 12 лет ребенок еще бессознательный. Да. То есть он не может сам заставить себя принять... Понимаете, что он бессознательный. Ну, он не знает, кто я, куда и как, да? Ну, то есть он... Ну, он пытается определиться, но он зависим от родителей. И выбор он делает не сознательно, а подсознательно. Если у него нормальные отношения с родителями и с окружающими взрослыми людьми, в школе и соседями, то он для себя может выбрать предприимчивость. То есть, например, вот сейчас, скажем, нашу решение... Автоматически. ...4 года, да, ему, и, в общем-то, мы его можем убедить в чем угодно, только лишь потому, что мы его родители. Мы его можем убедить, просто от нас зависит подобрать нужные слова, понимаете? То есть он вот сейчас вот полностью под нашим вот влиянием. Нашу, скажем, старшую 19-летнюю дочь... Уже в чем угодно не убедишь. Нет. Хотя по-прежнему... И покажешь белый, скажешь, что это черное, он скажет, что я не верю. И мы ее в этом не убедим. А Мишутку можно убедить. Что так лучи преломляются, так солнце светит. Ну ты будешь в школе учиться, все это поймешь. Давайте запутрить мозги, можешь только так. Просто можешь и сутрировать такие вещи. Человеки там каются, допустим, 5 лет, 6 лет, и не знают, какое это покаяние сознательно, как мы воспринимаем, или это просто детское осознание какое-то вины. Это очень сложный вопрос, и на мой взгляд, вот когда дети такого возраста приходят к Богу, производят покаяние, начинают молиться, причем даже говорят, пап, давай помолимся по этому поводу. Это от родителей, чтобы это поддержали. Во-первых, это идет от родителей, чтобы они их поддержали, а во-вторых, они ищут деятельность. В чем проявить себя? Как верующий же теперь. Да. То есть они увидели, что это хорошо, это здорово, у папы с мамой это работает. И когда они живут по этим принципам, они чуть-чуть лучше, чем другие окружающие дяди и тети. Я тоже так хочу. И начинают вот это применять в своей жизни. Я просто хочу привести. А вот сознательно это или не сознательно, ну, они делают такой выбор сознательно. Но нельзя говорить, что это на всю жизнь у них, потому что это у них пока еще только эмоциональный стресс. Это зависит от мамы-папы. Если, скажем, такой ребенок пришел из неверующей среды, он покаялся, он вернется домой, мама с папой его переберят в обратном. То есть здесь вот эти вот вещи. Но если родители поддерживают вот это, вот это уже может привести уже на идентичность своего «я». Понимаете, да? То есть это должно перейти на идентичность. То есть «я» такой, все. Просто я был на молодежном общении, взрослые приходили, и потом и раз, и ребенок, и дети тоже за них. Я могу, знаете, вот привести пример. Вот относительно нашего Мишута, вообще девочки у нас пришли к Богу в 13 лет. То есть у Насти был в 13 лет, то Оле 14 лет покаяния. Как бы, ну, это уже, как бы, по ним вопрос у нас не стоял. А вот у Мишута это произошло этим летом, ему было 3 года. В общем, знаете, как произошло интересно. Ему понравился кубик. Вот, знаете, такой вот есть ингалисционный кубик, да? Да, «Евангелий кубчик», как он там называется? Да. И вот такой, что такое нарисовано? Миша рассказал. Он говорит, что это такое? Ну, я ему все картинки... Он говорит, пап, еще раз расскажи. Он ему еще раз рассказал. Пап, слушай, ты ему раз в 15, наверное. Знаешь, я удивлялась. Он еще раз скажи, вот я уже устал, уже я наизусть запомнил все. Он говорит, давай я теперь расскажу. Раз так расскажи. А я тоже хочу по этому мостику пройти. Мы говорим, значит, помолись. Нет, я не хочу молиться, вы за меня помолитесь. Мы говорим, Миша, мы не можем, потому что мы за себя можем помолиться. А за себя может только ты сам. А я не хочу. Ну, не молись. А я туда хочу. Но если не молишься, ты уже туда. Сейчас пока не придешь, пока не помолишься. Бегал-бегал, бегал-бегал. Потом вечером уже приходит, говорит, нет, я, знаете, все-таки решила. А как? Мы говорим, ты должен сказать такие слова. Ну, давай, повторяй за мной. Я что-то не хочу повторять, ну, значит, давай не буду. Давай я тебе скажу какие-то. А давай мама с тобой повторит. Знаете, ему было так сложно повторить, ну, казалось, вот, как стихотворение. Понимаете, нет, у ребенка все-то уже тут что-то в сознании, что-то более серьезное. Мы были поражены. В три года ему еще не было четырех. Он уже очень серьезно подходит к этому моменту покоения. И я ему говорю, что нужно вот такие-таки слова сказать. Ладно, опять ушел. И потом пришел через какое-то время, там, минут через 20 или через 30. Говорит, пап, еще раз расскажи мне про этот курс. Давай, еще раз давай, расскажи мне. Я, говорит, подумаю. Я ему рассказал, все показал. И он сам помолился. Представляете? А потом прошло два дня, произошло вообще событие. Мы с Мишей были просто. Вот я никогда не думала, вот, знаете, сейчас наблюдая со своим сыном, мы видим, как мы недооценим этот возраст. Значит, он с мыльными пузырями бегал, к нему подошел мальчик один, говорит, да, я пущу. Он говорит, не дам, это мое. Вот. А тот мальчик перед этим ему там отдал все свои воздушные шары. Я ему говорю, понимаешь, Миша, вот смотри, как ты нехорошо поступаешь. Надо же, Бог нам говорит, как нужно поступать. Как бы ты хотел с тобой, так и ты должен поступить. А я не хочу. И не буду. Бежал. И тоже споткнулся, и у него эти мыльные пузыри... Вылились. Вылились. Он подходит и говорит, мам, а почему? Я говорю, а понимаешь, а тебе Бог показал, раз жадничаешь, вообще ничего не будет у тебя. Прям так серьезно, да. А, ну и что, пусть мне показывает, что хочет. Я пойду сюда воды налью, все равно будет. Я говорю, ну смотри. Я говорю, ну я тебе могу сказать, что вообще-то, если ты хочешь что-то исправить, не надо говорить, пусть будет, что хочешь. Тебе нужно попросить прощения. У кого? У Бога. Тогда я хочу тебя попрошу. Я говорю, нет. Причем меня просить. Тогда я хочу у мальчика попрошу. Я говорю, ты еще мальчика просить, у Бога попроси. Нет, не буду. Я попробую сначала воды налить. Он пошел, налил воды, смотрит, ничего не пускается. Я говорю, слушай, а правда, видите, вот. Вы знаете, ему было так трудно попросить прощения у Бога. Ну, казалось бы, вот многие говорят, дети не осознают. Еще как осознают? Вы знаете, вот для нас это было открытием. Вот одно дело, когда вот кто-то рассказывает, да, другое дело, наблюдаешь это в своем ребенке. И теперь от нас зависит это поддержать, чтобы когда им было 12 лет, он это понял, что это не просто, а он в Иисусе, я в Иисусе, да. В церкви православной с 7-летнего возраста уже ребенок начинает ссыкаяться, своих грехах. И вот если опытный священник, да, который имеет душу пищеварства, вот от Бога данной, да, он начинает беседовать. Не исповедь, как бы такова, а беседа, как вы сейчас объясняете, вот, в нем вот, собственно, Бог, там, наше предпрощение. Именно вот с 7-летнего, до 7-летнего исповеди нет, считает, что это ребенок еще не в состоянии как будто осознать свое греху. И потом, ведь именно в 12 лет Библию упоминает, вот именно, будем так говорить, сознательное служение Христа. Это, в общем-то, тоже как бы не случайно, вот этот возраст, раз и назван, да. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok